Всех приветствую на моем канале. Меня зовут Анастасия Сахарова, и сегодня у нас книжный обзор на очень крутую книгу для тех, кто хочет научиться рисовать цветными карандашами, в частности, ботанику. Книга в своем роде уникальна, потому что она дает те знания, которые не дают другие книги, в принципе, в настоящее время. Я знаю, есть у корейских иллюстраторов художников книги, но на русский язык, к сожалению, их не переводили, поэтому давайте уже приступим. Кратенько расскажу о том, как выполнена книга. Здесь у нас такие глянцевые иллюстрации, глянцевый текст. Книга от автора Энн Свонн. Ботаническая иллюстрация цветными карандашами. Пошаговое руководство. И стали поступать вопросы о моем творческом пути. Я считаю, что я еще в начале этого пути, поэтому расскажу как раз-таки о начале. Все практически началось с этой книги, 2018 года выпуска. Ну, примерно тогда же я ее и купила, наверное. Эта книга открыла глаза для меня вообще на ботанику цветными карандашами, потому что поначалу, конечно, с акварелью справиться очень сложно. И очень классное Эн Свонн описывает плюсы и минусы ботанической иллюстрации именно цветными карандашами. Потому что акварель очень требовательна к бумаге. Акварель требует много дополнительных каких-то инструментов, типа воды, много дорогих кистей, всякие там медиумы и все в этом роде. А цветные карандаши требуют просто наличия точилки и, собственно, цветных карандашей. Конечно, есть ряд минусов, о них мы поговорим потом. Вот как раз-таки эта часть «Акварель против цветных карандашей». И Эн Свонн очень классно приводит свои аргументы. И вот с этого момента в книге началось вообще, началось мое влечение карандашами Фабер Кастел. Теперь уже у меня есть и призмы. Вот я увидела этот набор и на нем же и остановилась. То есть это были первые карандаши и несколько серых, но не все. Те карандаши, которые я купила, вообще первые. Про светостойкость здесь, конечно, сказано, но мы поговорим про светостойкость в отдельном видео. Я покажу, как показали себя полихромосы. И, честно говоря, не буду сильно спойлерить, но не так все радужно, как рисуется на самих карандашиках. Здесь основные цвета. И очень классно, что здесь указаны натуральные зеленые оттенки и коричневые оттенки, которые именно нужны в ботанике. Потому что у полихромосов очень много всяких ядреных противных зеленых оттенков неестественных. И вам их брать не нужно, если вы хотите рисовать ботанику. Про бумагу здесь тоже интересно говорит Энс Вон. И про призмы она говорит. Она показывает уникальные цвета, которые есть только у призмы. И как раз-таки они здесь перечислены. Я в свое время зашла, посмотрела на сайт... Ну, не дистрибьюторов, наверное, это просто перекупщики в России. И там что-то было в районе 260 рублей за карандаш. А полихромосы в то время стоили 123, а по скидке их можно было купить рублей за 90. И я такая подумала, ну нет, не буду пока их тестировать. Но теперь у меня есть полный набор призмы. Так что я заново для себя открою призмы, посмотрю эти оттенки, выкрашу их отдельно. И буду следовать инструкциям Энн. Очень классные ее работы показаны. То есть мы все продолжаем говорить про бумагу, про карандаши, про то, что нужно использовать бескислотную бумагу, про точилки. Здесь у нас точилка, я не вижу, от какой фирмы. Растушевки, растворители. Вот посмотрите, да, 20-я страница, мы продолжаем говорить. Дальше Энн рассказывает, в принципе, о ботанике, не только о цветных карандашах. Она рассказывает, как сохранить дольше натуру, как упрощать формы, как вообще, в принципе, изображать объект, если ты не очень умеешь рисовать. То есть, что у нас есть формы разные, что можно вписать условно в круг, там в колокол. Она показывает, как у нее сделаны выкраски и на какой бумаге она рисует. Она рисует на бумаге Fabriano Classico 5. Я эту бумагу в России, честно говоря, не встречала, как ни старалась ее найти. У меня не получилось. Про использование инструментов для измерения, про поиск ракурса, все подробно говорится. И дальше мы начинаем говорить про композицию и стиль. То есть, мы как бы про карандаши особо-то и не говорим. Это вводный курс вообще в ботаническую живопись. И это в этой книге очень ценно. Потому что я, как человек, у которого были абсолютно нулевые знания, очень многое почерпнула именно из этой книги. Некоторые вещи, конечно, доходят до меня только сейчас. Основные техники рисования карандашом. И здесь мы говорим пока еще про простой карандаш. Мы изучаем как раз-таки мягкость карандаша, как изображать объем, цвет, тень и очень классная здесь такая шишка. Это все необходимая графическая база. А вот теперь уже с 52-й страницы мы говорим о рисовании цветными карандашами. Что есть разные техники. Вот это упражнение было очень полезно, что мы начинаем с теней, начинаем с выстраивания тона и объема, а затем уже вводим нужный цвет. Таким образом получаем очень мягкую градацию. Энн предлагает начинать с темного и двигаться к светлому. И это очень интересный подход, потому что он дает очень глубокие цвета. И вот здесь мы говорим уже про полировку. Чем можно выполнять полировку. И пошел у нас пошаговый урок. Ирис бородатый. Мы его рассматриваем пошагово, последовательно. Вот готовая работа. И дальше Энна знакомит с маскировочной жидкостью. Здесь блики как раз-таки закрашены маскингом. И подробно рассказывает, как она красит. Здесь, по-моему, используется еще и растворитель. А, нет, это маркеры. Малиново-красный маркер. То есть, разный абсолютно подход. Теперь мы говорим про цвет. Как цвет смешивается. В принципе, теория колористики. Вы понимаете, насколько глубокие знания в этой книге дает нам Энн? Потому что это просто... Книга просто бриллиант на самом деле. И у Энн, по-моему, есть YouTube-канал. Но я не знаю, активный он до сих пор или неактивный. Потому что там очень редко выходят ролики. У нее точно есть платные курсы. Здесь вот мы рисуем лист плюща. Посмотрите, какие невероятные работы. Дальше опять идет урок пошаговый. Мы изображаем белые объекты. Рассказывает Энн про значение деталей. Здесь у нас вишенки, по-моему, нарисованы с помощью растворителя. Не могу ошибаться. В общем, здесь... Вот, смотрите, объем капельки. Волоски на бутоне. Техника серебряной иглы. Это гравировальная какая-то штука. Я так и не нашла ничего подобного. Не смогла найти, как это правильно называется. Я предполагаю, что это похоже на метод серебряной иглы. Когда волоски продавливаются, чтобы потом они не закрашивались. Все детально, все последовательно. Про всякие мелочи типа корней, усики, иголочки, текстуры различные, матовая текстура. И про завершающие штрихи. Работа над контуром обязательно, чтобы все было четко. Про трафарет интересный. Про работу с отбеливателем, который помогает забрать лишний пигмент из бумаги. И вот так вот шаг за шагом Наймен рассказывает и про выставки. Про то, как принимать участие. Дальше пошла галерея разных художников. Представляете, как здорово, что одна художница, выпуская свою книгу, включила работы разных художников в свою книгу. Здесь мы видим совершенно разные подходы. И все это цветные карандаши. То есть работа цветными карандашами вполне себе сейчас актуальна на выставках. И если раньше цветные карандаши считались чем-то там таким декоративно-прикладным, то сейчас это полноценный инструмент для ботанического художника. И здесь мы видим очень классные техники, разные работы. Описано, как это все было сделано. Рекомендации, список литературы, алфавитный указатель и указатель цветов. Все цвета указаны отдельно. В общем, книгу очень советую. Она мне дала очень много. Надеюсь, этот обзор будет вам полезен. Напишите, видели ли вы эту книгу, встречали ли ее. Может быть, она у вас есть. И ваше мнение не совпадает с моим. В общем, буду рада вашему комментарию. Ставьте лайки. Подписывайтесь, если на меня еще не подписаны. С вами была Анастасия Сахарова. Всем пока! Анастасия Сахарова